В реанимационном отделении Киевской больницы «Борис» находится оппозиционер Дмитрий Булатов, один из лидеров «Автомайдана». В четверг 30 января 35-летнего активиста обнаружили жестоко избитым с тяжёлыми травмами. Булатов рассказал, что неизвестные похитили его и подвергли жестоким пыткам. Его случай не единственный. Другие активисты «Майдана» также рассказывают о нападениях на них. Михаил Гаврилюк, казак Западной Украины, не уходил с «Майдана» несколько недель, пока сотрудники спецназа «Беркут» не уволокли его силой. «Беркутовцы – это рабы на службе у власти. Власть натравливает их на нас, как собак. У этих людей нет ни чести, ни совести, ни гордости». Сотрудники сил безопасности заставили Михаила раздеться до нога при 10-ти градусном морозе. Изверски избили его. Кто-то снимал издевательства на видеокамеру. Миллионы людей по всему миру увидели эти кадры в интернете. Михаил стал символом противостояния, насилию со стороны властей. «Люди подходят и говорят, что гордятся мной. Гордятся тем, что я не сдал своих позиций, а остался самим собой». Михаил Гаврилюк намерен и далее оставаться на Майдане и бороться за демократическую Украину. За это, по его словам, он даже готов отдать свою жизнь.